привет друзья подписчики моего канала просто зрители так вот сегодня мы будем с вами солить балык так я обещал подробное видео расскажу сейчас и заодно посолим на пласт филешку и тешу одинаково просто по разному разделывается рыба вот будем солить рыбку вот то что люди разрезают а вот рыбу и называют это был это неправильно балык это вот эта вот часть чисто спинная я смогу не мог свои балочки и лешечку для этого понадобится кружка соли также столько какое-то количество сахара даем побольше один к одному соли сахар в равных частях тарелочного погружен соль обязательно крупную мелкая соль для этого способа не годится только крупные вообще идеально раньше бывают желатые найти каменная стулья на вообще крупные прям такими кристаллами здорово и очень хорошо но нету просто крупная соль перемешиваем соль сахар пропорциях один к одному вот на этом этапе можно остановиться а можно для для ну для придания такого скажем интересного вкуса можно воспользоваться приправами для рыбы они там не помешает они рыбка будет интересным вкусом запахом и сбалансирована я пользуюсь вот такими вот недорогими приправками много не цеплю просто чуть-чуть до придания легкого аромата если бы у рыбка была абсолютно свежая можно было конечно этим и не приправки не добавляет но рыба пролежала уже больше полугода в морозилке сами понимаете их она начал убить неплохо но свежесть уже не то не кашу вытащили из речки и сразу вы ее засадили кстати нюанс такой часу царить будем засаливаем сначала балыки прям насыпаем хорошенько с соли на них и втираем ее туда балычок толстый столица будет часов 10-12 насыпаем их а те же тоненькая столица будет всего четыре часа может быть пять не больше не забудут если рыба у нас была бы свежая абсолютно то мы бы ее солили красную рыбу не менее 45 суток полтора месяца потом был ее отмачивали уже доводили до вкуса ну а так как рыба была замороженная предварительно солить мы будем ее всего 10-12 часов этого будет более чем достаточно потому что всякие паразиты которые живут красной рыбе там уже давно погибли а вот эту вот пележку и тешу будем солить всего четыре часа ну все пусть она просаливается рыбку я не мою только ножом снимаю с нее слизь она мне уже почти тухая здесь ничего нет на ней потому что вода когда попадает на рыбу там очень быстро начинают водиться всякие бактерии и рыбам теряя свой вкус и цвет вот и пешки у нас тут надо морю по разделу я вам показывал видео можно посмотреть разделки под ссылочкой в описании и нам сделаю подказочку нам интересно как разделалась коробка можете все это посмотреть вот только соли нам понадобилось на все эти дела все оставляем все это дело просаливается в очки мы придавим варитка что маленько как подвинет было все оставляем тонкие кусочки на столе тонкие небольшие кусочки мы будем столить 4 часа маленький вот эти вот побольше по посоле 6 часов оболоки будем ставить 10 12 часов но все ждем ну вот друзья прошло четыре с половиной часа рыбка у меня лежала просто на балконе на противне на ветром это узнал створка открыта маленькая обдувала она уже готова видите обратите внимание какое количество жидкости вот видите вода это вся вода вышла из самой рыбы я рыба не вымачивалась не замачивала слабо не подкаталась как у кого момента когда стали из речки вот эта вся влага вышла из рыбы она нам не нужна я сделаю следующее вот виде часть соль впиталась в нашу рыбку а часть все-таки осталось вот эту лишнюю соль нужно взять но и просто вот так вот тут и немного но она есть еще она нам уже не нужно можно взять хвостик обратить внимание на саму рыбу она стала тугая и упругая отрежьте кусочек и попробуйте нас отлично вот эту рыбу уже можно просто кусать молоток и малосольные очень вкусная приправа дает сделала свое дело запах у нее знаете на что похоже приправа раньше продавалась тихо маринованная и пахнут пахло вот такой вот приправа чем что-то с этого этой серии похоже так вот бабочки так на палочки я буду вставить еще ночь оставлю их а потом тоже самое ну вот вверху тырку сделал отверстие в хвосте и вывешивали вверху я рыбку его ботру от лишней влаги которая вышла из нее тут слить маленько попадается светом убираем нам это не нужно никто не входят и вывешиваем ее хорошо проветриваю мое помещение но я на балкон идет поверхность от солнца и холодно идеальные условия потому что рыбу лучше всего вярика весной и очень летом хорошего результата вы награды добьете дальше больше пора снимать ничего думал тёшки посоверить вот они тут все это уберу покажу что то сколько от нее воды на текло вот эти брюшки тоненькие которые сама 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 грешенка она жирная и самая вкусная часть ее можно уже отвечать на поток на чечном панте и вечером уже можно пить не пиво это будет просто бомба или самая вкусная часть а йоги почему-то вас не ценят на западе она жирненько она вкусная убираем остатки соль жидкости снимаем максимально снизу не знаю будет видно или нет на камеру но рыба практически сухая уже вот я чуть не снял эту клесть в жидкость которая с него вышла вот эти рыба практически сухая мы повешаем и через пару дней можем увидеть результат ну бою конечно за 23 дня не просохнет ему нужно будет неделю но тёша будет готова и мы ее увидим его красавцы балки настоящие снимаем времени уходит купить не очень много нас это дело я потраченное время на эту войну на того стоит поверь попробуйте так приготовить и по-другому делать уже рыба не будете она уже практически сухая верху так но вот жидкость которая с нее вышла сахар соль по вытягивая из нее главу вот таком количестве видите а если вы ее помоете водой этой воды будет еще гораздо больше в несколько раз это не вода чисто фокус самой рыбы а тут еще воды забавьте сюда и получается размазняния рыба так вот что я буду вешать вешать 30 через вот друзья рыбка готова что у меня получилось вот такая вот на просвет вот такой вот пласт балыки я специально не стал из-под резервы позвоночник чтобы показать насколько усаживается сухая рыбка видите подрезалась полностью папа позвоночник у ровненькой теперь рыба стянулась так вот плотная и позвоночник маленько выступает подрезать подровнять можно будет красиво рыбка такие вот побычки у меня получились рыбка дело в том что еще у нас погода и затык получился сколько на ради этого вторую то дочь то снег сегодня у у нас 8 мая с утра шел снег тогда вышло солнце после опеды посмотрели что у меня получилось раз мы разрежем это дело посмотрим на солнышке это выглядит вот так это теша качество рыбы увидеть какая рыба упругая какая-то всяких нету мягко бывает вода в магазине продым даже наших магазинах сырую достану там маленькой дымком обрали нажимаешь из нее течет вода я нажимаю на обратно восстанавливать потому что рыба была хорошего хорошего качества я дарю на мясо и она тоже восстанавливается обратно это уже реально я еще маленькими квартирочки сегодня думал один разочек чуть-чуть для запаха давайте разрежем вот что получилось жирок вот такого качества получается давайте разрежем баучок посмотрим что у нас представлять баучок вот подвоночника такими кусочками запах конечно не чувствуете какой это вкусно абсолютно нежный розовый воды в нем нету потому что мы ее не вымачивали и не пуху тема чем я с таким посолом делаю все чистое мясо такого качества теперь узнали как это делается без проблем сделайте сами все тем кому интересно ставьте как туда пальцы вверх пишите свои комментарии не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик который сбоку когда вы будете в курсе новых новых видео после завтра еду на рыбалку надеюсь видео с рыбалки просто поймаем все для тем пока